Глава восемнадцатая. Лазарь и сёстры его. Всюду по селам проходя, чудеса, чары и заклинания какие-то совершали, подобно чернокнижникам. Умерших воскрешали, что многим людям в большом удивлении было. Хроника Белой Руси. Был болен некто Лазарь Звифании из селения, где жили Мария и Марфа, сестра её. Иоанн одиннадцать один. И ходили они по земле белорусской, и не слишком обнаруживая себя, смотрели, что происходит на ней. И Христос искал, и не мог найти, и всё больше верил, что единственная в мире женщина коварно бросила его. И дошло до того, что стал он говорить, что не любит её, а хочет отыскать и отомстить. А Иуда не верила этому, ибо всё время видел глаза Христовой. Магдалина-то шла, а то и ехала на муле. Не забывала из каждого селения голубей отпускать, а апостолы от тоски понемногу ругались. Коток, например, доказывал шалфейчику, что Тадей апостол выше Якуба, а тот на это резонно замечал, что это даже только взглянув, и так ясно, кто выше. Он Якуб дьяконом был, а те почти сплошь рослые, а Тадей скоморок бескостный, сморчок, после чего крепко пожалел Тадей, что у него ходулей нет, ибо иначе такому верзили и в морду не плюнешь. И приуныли они, но уж близок был час, когда снова пришлось им доказать способность свою творить чудеса. Пришли они в горячий вечер весь сбланы возле неманой увидели, что лежит посередине улицы и переваливается в пыли сбоку набок богато одетый человек. И крестьянин, и будто бы не крестьянин, а над ним квохчут две бабы, постарше и помоложе, и окликают они его, Лазарь, Лазарь, а тот только желаю умирать, отвяжитесь. — Лазарь, это ведь я, Марта! А, боженька мой, а то ли он набрался, как жаба грязи, то ли умирает. Марилька, подержи ты его, лихонько наша горькая, последняя, и умру! — пробормотал Лазарь и брякнулся в пыль. И бросилась тогда Марта к пришлым людям и начала вопить. — Спасайте, люди добрые, потому что умер брат наш Лазарь из города, вернувшись и постались мы вдвоем сестрой сироты, несчастные, беззащитники. Кто защитит нас? А Христос зажал ладонями уши и увидел младшую удивительного смака деревенскую женщину и улыбнулся. — Лазарь, брат наш, умирает! — обратилась она. — А ты кто? — Я, я Христос. И он склонился и приподнял голову лежащего. — Лазарь! Восстань, Лазарь! Лазарь, услышав это, раскрыл глаза. Плыло над ним черное солнце, а в стороне над окоемом весело прыгал темно-багряный серпик молодого месяца. — Солнце превратится во тьму и луна в кровь! — шепнул он. — Лазарь! Это я, Христос! — Христос? Господи Боже, в руки Твои отдаю дух мой! — А потом возникли перед ним два Христа, потом еще два сорок, а за ними бесчисленное количество апостолов. — Легионы Господни! — провозгласил он, и упала его голова. Тогда Мариля, сестра Лазаря, начала горестно плакать и стонать, а Марта, заламывая руки, возопила. — А говорили, в церкви к смерти болезнь, да она к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. И вот видишь, Господи Боже, если бы ты был тут, не умер бы, брат мой! — Не умер, но спит. — Где тут ближайший родник? — Там, Господи мой! И Мариля показала им вовраг заросший кустарником. — Хорошо, — решил братчик. — Ну-ка, Иаков, Пилипп, Богдан, берите его за белые руки и несите за мной. А родник тот был изумителен, песчаный, обнесенный срубом, весь под крутым склоном. Падала в него вода, тоненькой, чистой, как стекло, струйкой из трубочки болиголова, вставленной прямо в жерло. И посадили они его в родник по шею и так, чтобы струйка падала на голову. А сами отошли и стали ожидать божьего чуда. — Ты откуда узнал, что пьян? — спросил Пилипп из Вевсаиды. — Я, Энна, ни за что бы не узнал. Юрась потянул носом. — Да это и отсюда слышно. Сливянка, мед, ржаная горелка. — Подгоревшая, — Якуб очищал стебли лопуха и ел их. — Уж я знаю. Тумас чистил саблю. — Ну и дуралей. Это не от нее дымком тянет. Он облизнулся. — Это зельвинская ржаная. Они нарочно делают, чтобы с дымком. — А я говорю, подгоревшая, — утверждал Якуб. — С дворянином он еще о горелке будет спорить. Хам! Неизвестно, чем бы все это закончилось, но в это время мертвец в роднике защелкал зубами. — Бо-бо-бо-боже, возри на меня в по-по-по-по. По руби сижу, тетима непросветная, скрижет зубовный. И начали смотреть в ту сторону Марта и Мариля, которых позвал Бавтрамей, и появилась надежда в глазах их. — Лазарь, ступай прочь! — возгласил братчик. — В-в-в-в-в-в-в... — ответил Лазарь, и густо синий появился из зарослей. — Господи боже! — Марта упала в ноги Юросю. — Ну, ну, б-бу-боже, навеки я теперь раб твой! На крест затащить позови, приду! И повел их Лазарь в хату. И выбили они днища из бочек, и зажарили откормленных тельцов. И начали пир силен, и села Мариля в ног Христовых и слушала его, а Марта не села, ибо такую ораву накормить да напоить это вам не байки слушать. И все меньше верил Иисус в то, что девушка из лунного сада похищена кем-то, а все больше верил, что обманула она его. А было между тем не так. Было то, что новую монахиню никто никакими средствами не мог заставить жить так, как жили все в Машковском монастыре. На мессы не ходила, в хоре петь отказывалась, высоким гостям и прислуживать не хотела. Тихая и скромная прежде, держала на себя теперь так, словно в нее вселился бес. И, наконец, игуменя не выдержала, сама пришла к ней в келью и завела последний разговор. Не послушает? Пускай пеняет на себя. Сказала, что если овладевали ей дьявольские мысли, так надо поститься, а не то бичеваться, а не слушать старшее поколение. Это уж совсем никуда не годится. О ней не смотрела на нее. Так что, прислать бич? Пришлите его городенским отцам в церкви. Он из них немного похоти выпустит. А я ни молиться, ни бичеваться не буду. И вы не делаете, и я не буду. У нас дьявольских мыслей нет. У кого же они тогда есть? Говорю, бич оставьте себе. Что ж эта пани такая? Нельзя поднять руку на плоть Божью. У меня, может быть, сын. Откуда? Не знаете, как бывают дети? Странно, мне казалось, что именно вы должны знать. Это лучше всех. Его. Сын. Лицо игумени покрылось пятнами. Не могу, не могу! Она вдруг засмеялась. Так ты думала, что он бог? Шалберон, проходимец, шкаляр из коллегиума вылетевший. Апостолы его воры, да конокрады. Его под бичами заставили богом быть. Христос! Да он с воскового Христа в храме за грош портки снимет. Женщина посмотрела ей в глаза и поняла. Правда. И внезапно зазвучала музыка ночного сада. Шелест деревьев, звуки поцелуев. И услышала она вновь его слова о том, что он шкаляр. Что ради его самого. Что? А если бы я был другой? И увидела она лунную дымку и небо и услышала звон далеких колоколов и пений ангела, говорившего о том, что боязни нет, и другие песнопения, в которых гонец с любовью и печалью говорил. Люблю! Он не хотел обманывать ее. Он говорил обо всем, и лишь она была глуха, была дуреха и ожидала призрака. А призрак был живой. И он шептал ей чудесные слова, никогда поныне не слышанное на земле, взятые с неба. И стало быть, было все равно, кто он. А призрак был живой, тихо молвила она. И глаза ее с ненавистью взглянули на игуменью. Та не поняла еще, что проиграла. Понимаешь? Проходимец! А мне все равно, улыбнулась Анея. Возможно, я и хотела пасть. И именно с ним. Лицо было несокрушимо, независимое. И гуменя еще нашла силу иронизировать. Пасть? Так шла бы сразу в наш кляштор. А мне ваши воры с большой дороги без надобности. У меня мой. Мне все равно, кто он. Она подбоченилась. Сравнить с вашими валетом? Так он выше бога. И его вы не отнимете у меня, доброго, сильного, нежного. И меня нельзя у него отнять. И я не подниму руки на его плоть. А кляштор ваш не во имя Марты и Марии, а во имя великой блудницы и самого сатаны, у которого другое имя – Лотр. Марта и Мариля утром следующего дня проводили их до перепутья. И Мариля спросила, придет ли Христос еще к ней. И он ответил ей, что, видимо, нет, что слишком далеко простирается его путь. И та пошла домой, удивляясь его непонятной святости, потому что она не отнеслась бы к нему жестоко. А Марта шла и в душе радовалась ее неудачи. И снова дорога, полные сумы за спиною. В ящике у Иуды звякают деньги и, стало быть, можно идти далеко-далеко. И перед Ильяшем бежит свинья, одна из двухсот Лазаревых, так как Лазарь – сальник. Свинья хорошая, пегая. Радостно смотреть на Божий свет. Но не всем. У Петра болела голова, шел и гавкал. Благодарность за воскрешение поднесли они нам болезни. А младшая была ничего, высказался Андрей. «Не с твоим, Энна, рылом!» – оборвал его Пилипп. «Она, Энна!» От братчика не отходила. Даже старшая взревновала. «И куда смотрел человек?» Магдалина улыбнулась слегка презрительно. «В ближайшем местечке надо было выпустить голубя и написать, что Юрась, даже если и не ищет скваченную, никого не желает и значит это слишком серьезно. Значит, если он узнает правду, гневу его не будет предела. И все же он был не такой, как те, с кем сводила ее судьба до сих пор. Она чувствовала даже непроизвольную заинтересованность в нем, тень уважения, если она способна была к уважению». Глава девятнадцать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова